Гвардейский военно-морской флаг Береговая артиллерия сыграла решающую роль при отражении всех наступлений 11-й немецкой армии, поддерживая огнем сухопутные войска Севастопольского оборонительного района. В состав 1-го отдельного артиллерийского дивизиона береговой обороны главной базы Черноморского флота входили 4 батареи – 35-е, 30-е, 10-е и 54-е. 18 июня 1942 года, когда дивизиону было присвоено почётное звание, территория 30-ки была окружена противником. Для посетителей 30-й береговой батареи, которая входит в состав Военно-исторического музея фортификационных сооружений, провели реконструкцию боя за овладение высотой. Под июньским знойным солнцем пехотный полк вермахта наступает на батарейцев. Те до последнего бойца держат оборону. Доходило до рукопашных схваток. Противник использует миномёты, тяжёлую осадную артиллерию, но встречает достойное сопротивление севастопольских защитников. В такую жару тяжело даже реконструкторам. Враг разбит! Ура, товарищи! Победа! Тут всё ещё по тем образцам. Это сукно, это ХБ. Естественно, в такую жару поначалу очень сильно жарко. Ну и тут даже продумано. То есть потом, когда сукно, грубо говоря, от пота намокает, оно становится как кондиционер. Сукно охлаждается и тело охлаждается тоже. Но, естественно, тяжело. Кожаная, подкованная обувь. Всё. Ну, это было тяжело. Те мужчины, конечно, были смелыми людьми, кто в таком однему дировании реально воевал. С высоты 30-й береговой батареи отлично просматривался весь фронт под Севастополем. Поэтому немецкое командование направило мощнейшую тяжёлую артиллерию для завоевания форта «Максим Горький-1». Так называли 30-ю батарею сами немцы. Она была оснащена двухорудийными башенными установками калибром в 305 миллиметров. По системе монорелизов, которая проходила под потолком батареи, сюда доставлялись боеприпасы. Снаряд весил по 470 килограмм. Вот это называется тележка с храповым захватом. Она крепляется у самого входа в батарею под направляющий монорелиз. В неё зажимается снаряд и прокатывается это всё под потолком батареи. Здесь снаряды и хранятся в этом арт-погребе. Транспортируются они внутри артиллерийского погреба при помощи транспортеров. Горизонтального транспортера, вот этого, на котором снаряд сейчас и находится. И я вам сейчас покажу, как он работает. Против 30-й батареи противник использовал мощнейшие осадные орудия «Дора» и мортиры «Карл». Железнодорожное орудие «Дора» – уникальное орудие. То оно было крайне мощным. Наверное, это была самая мощная артиллерийская система ИСЕ, которая когда-либо создавала человечество. Однако из-за определенных недостатков, крайне низкой точности, она совершила 50 выстрелов по Севастополю и ни разу точно при этом не попала, в том числе и в нашу батарею. Однако самоходные мортиры «Карл» калибром 600 миллиметров нанесли серьёзный урон одной из башен батареи. А через время вышла из строя и вторая. У защитников Севастополя не оставалось боеприпасов. Немцы заняли позиции батареи. Наши бойцы продолжали сражаться в казематах. Враги пытались выкурить севастопольских защитников. С помощью огнемётов, подрывных снарядов пускали в подземные сооружения удушающие газы, заливали подожжённое топливо. Попадая в казематы 30-кой, переносишься на 80 лет назад. Ощущаешь атмосферу, в которой жили и сражались батарейцы. Попасть сюда может любой. С августа прошлого года форт «Максим Горький-1» вошёл в состав Военно-исторического музея фортификационных сооружений. Посетители музея уже смогут увидеть не только то, что было когда-то, а уже обновлённые экспозиции, в том числе совершенно новая экспозиция, медицинский блок 30-й береговой батареи, обновлённая экспозиция «Камбус» 30-й береговой батареи, то, чего до этого вообще не было раньше. И они в полном объёме отражают как раз элементы службы, быта. Из защитников 30-й береговой батареи выжили единицы. Бесстрашный командир 30-ки Георгий Александер попал в плен и был расстрелян. За проявленное мужество батарея в составе 1-го арт-дивизиона береговой обороны Севастополя получила гвардейское звание. Маргарита Борисенко, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.